В 1946 год я кончала Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте. Писала дипломную работу в библиотеке Наваи. И там впервые увидела Бекмаханова. А он работал на докторской диссертации. Выглядел он очень красиво. Даже Брусиловский, когда он умер, сказал, у вашего мужа была кинематографическая внешность. Он не только был талантливый человек, но и внешне был очень эффектный. Конечно, я на него обратила внимание, потому что меня окружали больше узбеки. И моя мама всегда хотела, чтобы я познакомилась с казахом. И вот мне удалось с ним встретиться в библиотеке. Я, между прочим, многим девочкам потом говорила, надо молодого встречать человека не где-нибудь, начнем в клубе, а надо в библиотеке, потому что туда приходят умные ребята. Бекмаханов выглядел очень молодо. Я думаю, что он кандидатскую писал, а он, оказывается, пишет докторскую. Я думаю, по-казахски, может, он хвастается, что он докторскую пишет. Но оказалось, что он в 43-м году уже защитил кандидатскую диссертацию в Москве. И написал уже большую главу своей работы о Кеннисаре Косымове. И продолжал и работал над проблемой Казахстан 20-40-х годов XIX века. Его научным руководителем была известная историк Анна Михайловна Панкратова. Вот так я где-то недели две вместе работали в библиотеке, а потом он меня пригласил, давайте куда-нибудь сходим. И назначил свидание. Ну, я, конечно, как девушка, решила привести себя в порядок и немного опоздала. Да, смотрю, молодого человека нету. Да, думаю, ну, пойду в библиотеку. Он, видимо, там направилась в библиотеку. Он, конечно, оказывается, он вообще очень был пунктуальный человек. Не любил, когда кто-то опаздывал. Вот мы с ним 20 лет прожили. Он сказал вот востоку, он обязательно. Я 19-го прилечу из Москвы. 19-го он все приезжал. Да, никогда он не опаздывал. Ну, видимо, от природы был такой пунктуальным человеком. Вообще он безумно любил искусство. Он говорил, если я бы не стал историком, я бы был музыковедом. Потому что он играл на всех инструментах самоучкой. Он был очень такой всесторонне одарённый человек, музыкальный. Очень любил книги, картины. Он не пропускал ни одного музея. Вот, несмотря на то, что он был очень занят, мы с ним и Эрмитаж, и Третьяковскую галерею всё вместе посещали. Сам он сирота. Да, папа у него умер, когда ему было 5-6 лет. А мама умерла в 30-е годы во время голодовки с единственной его сестрой. Так что один брат Денши, который был старше него, он был на хорошей советской работе, тоже рано в 30-м году умер. Да, он жил в общежитии, у него никто ему не помогал, потому что, я говорю, что у него папа рано умер, и мама даже не знает, где её могила. Потому что в голодные годы, видимо, она со своей младшей дочкой умерли. Вообще он интересно, он очень хорошо учился. Его одноклассник Козубаев, потом директор школы Баянаули, как раз он написал воспоминания о нём. Он, говорит, такой был талантливый. Да, и надо сказать, что он поехал после окончания 9-го класса, поехал в подготовительные курсы в Семипалатинск. Там он закончил, это были курсы, которые готовили высшее учебное заведение. Он приехал в Алмату, а в ленинградские и московские вузы уже, оказывается, всех распределили. Осталось только Тамбов. Ну, Дыхан Абилов, это писатель Баянаули, ему посоветовал. Ты тюрё, да, чингизи, так что здесь, если поступать, тебе будет трудно, надо езжать в Россию. Он поехал в Тамбов, проучился два года, и курсы свои расформировали, потому что третий, четвёртый курсы отправили в Воронеж. И в Воронеже он учился, жил в общежитии. И каждый день он вообще очень был аккуратный молодой человек. Знаете, он любил одеваться. Серджик, ты такой казахстан? Да, он любил красиво одеваться, несмотря на то, что было ему очень тяжело, но он и студентом был очень таким аккуратным. И он утром всё время ходил, где студенты умываются. Смотрит в окно и видит всегда в одно время по улице проходит такой, похожий на казаха, с тросточки человек. Он однажды решился. Вышел и сказал, «Сыск, казах, пс-с, да, ми хазах, пангалья, сэмпала мандане, гаму жлюрсу, миманда, педа института, оху жюрму». Так они познакомились с Дос Мухамедовым, Халелом Дос Мухамедовым. Халел Дос Мухамедов был в ссылке с семьёй. И я думаю, что вот эта встреча с Халелом Дос Мухамедовым очень много дало ему. Он, видимо, Халел Дос Мухамедов врач же он, но он писал о Кенесаре Касымове, он занимался историей. Он, видимо, его спрашивал, Симбалам Кенесар-Набулесов, он откуда знает, он не знал историю Казахстана. И он ему, по-моему, привил интерес к истории, сказал, вот это у нас есть такой последний хан Кенесары Касымов, надо им заниматься. Раз ты историк, будешь, видимо, работать в школе, преподавать, но занимайся наукой. И благодаря Ермуханову он мне сказал, ну, что всё время сидишь и работаешь, пиши диссертацию, все пишут. И благодаря ему я, тем более он чувствовал, что у него лёгкие, слабые, особенно после того, как после репрессии, когда он два года был в очень таких тяжёлых, ну, в таком состоянии, он знал, что он долго не проживёт. Я сама, между прочим, тоже чувствовала, что он долго не проживёт. Да, сказал, защищайся, пиши. И, надо сказать, когда я написала диссертацию, он говорит, да, я прочитаю, что ты написала. Я его называла «Навы», да, потому что он был старше меня на 10 лет, а потом я так его уважала, да, я чувствовала, что я была токал, да, меня вообще была. Она родила троих девочек, во-первых, во-вторых, она была не казашка, я татарка, а он, «Нагас хазахтангалданжгитывалан». Да он, видимо, когда меня увидел, когда мы с ним встретились, мы как-то сразу понравились друг другу. А потом я увидела, что он был несчастным, в каком плане, что его не особенно уважает жена, а он был хазах. Я ему подчинилась, и надо сказать, что я не жалею. Я все делала, как он хотел. Да, я не была за 20 лет, не такой, ну, были мелкие такие эти конфликтные ситуации, но я их избегала. Почему? Потому что я видела, что он такой, он достоин, чтобы ему подчиняться. Да, все капризы его, все его казахпаевские слабости, я прощала, потому что он был талантлив, он был очень интересный, он содержался, содержательный, он занимался наукой, его уважали на работе, потом он был удивительно честный человек. За 20 лет он ни разу меня не обманывал. Вот бывают мелочи каких-то. Мы никогда, не было у нас разговора о деньгах. Он платил за троих детей 50% алиментов. Он получал с ним 1200 рублей. Это большие деньги же, доктор наук. Но 3060 получали дети. Я вам скажу, что он был вообще сильный человек. Знаете, он же историк, он знал много историй, когда... Вообще, умному человеку при любой системе живется нелегко. Потому что он выделяется, а другие завидуют. Как это так? У меня не было ласк это. Он вообще был, во-первых, сильным, в каком отношении? Он был выше зависти. Я никогда не слышала, чтобы он завидовал. Вот умирал он, вот сегодня, 6 мая он умер, а 5 мая такой Канапин был. Он, знаешь, известный, он тоже историк, написал диссертацию. Он мне сказал, Канапин, калай хор хады кэнде минэн. Вот умирал. Ну, на следующий день он умер. Он хотел, чтобы Канапин стал доктором. Его широко интересовались все науки. Да. Потом он, вот у него, это вот здесь книги у нас, он Ключевского читал, он читал Соловьева, вот эти все. Историк он возил из этого самого, Чоханова-Леханова, которая вышла книга, в 1904 году вышла. Мы в букинистическом магазине он купил. Хотя, я говорю, деньги были ограничены, он в октябре должен был защищаться, но он на книге не жалел денег. Вообще он всегда дома задыхался, у него легкие славы были. И он часто жил, вот где Сувмин у нас в горах, были сейчас как раз там эти, ну, по дороге в Медев. Я к нему ездила, всегда возила. Он любил кусочек вот мяса, нахз казак был, сиек. И это, азгана, потом, бешпармак, если я один день посуру, уже горш, думаю, баллар джейли, ой, я бы гончут, тамах, он же не беды. Нахз, аглдавоскан была, табанан, бауршак, хазак, а когда он ездил куда-нибудь, ну, в Албанию он был вообще, он был туристический, тоже не мог покупать, денег не было. Он был руководителем, руководитель бесплатный был. Он был в Чехословакии, он был в Венгрии, так, в Румынии, потом в Албании его, как историка, это, в Греции он был, уже собирался, я говорю, надо, он говорит, я хочу посмотреть Китай, Италию, и у него желания было очень много, и планов было много, но в 50 лет, видишь, легкие, он простудился в Балатоне, когда в Венгрии был, видимо, холодный, купался, и оттуда, в общем, заработал тебе астму, да, потом рак легкого у него было, и одно легкое было у него уже пораженное, а заразилось хорошее легкое. Вообще, он, он очень был мужественный, вообще, он никогда, он все, даже в больнице, вот рядом, он лежал, и говорили, другие, ругаются с врачами, знаете, потом, не так лечите, ваш муж говорит, никогда об этом не говорил. Он был удивительно простой, да, и в то же время, очень был такой интеллигентный. Вот, он себе воспитал, оригинальный человек, умный, регальный, своеобразный, да, но был нелегкий. Вот, ничего, вот, это было olsaпо. Спасибо. Спасибо.